Поправка к закону об информировании звучит так. Позитивная информация должна составлять не менее 50% от всего объема новостей. Кроме того, положительные новости должны быть изложены в начале информационных программ или на первых страницах изданий. Получается, придерживаясь данной поправки, например, в программе «Литовское время» первыми по очереди новостями должны стать истории из Клайпетского зоопарка, открытие художественных выставок, встречи с актерами и только потом рассказ о чиновнике-коррупционере или социальной несправедливости. Один из инициаторов поправки, Давиле Шакалене, объясняет причину появления этой идеи. Если что-то случается плохое в стране, то пресса замечает это мгновенно. Сразу же публикует новость, при этом несколько раз в день она повторяется. А когда речь ведется о хороших вещах, в Литве ведь есть светлые новости, прекрасные люди, отличные проекты и идеи. Однако позитивные вещи остаются незамеченными, о них ни один источник даже не объявляет. Инициатор поправки утверждает, что в последнее время в любом информационном источнике доминируют только плохие новости. Они могут отразиться на психике и настроении жителей. По словам Давиле Шакалене, речь о цензуре как таковой в поправках не идет. Любая информация должна достигать слушателя, но хорошие вести должны стоять наравне с плохими. 50 на 50. Идея поправки аграриев мгновенно разнеслась по всей Литве. Даже ленивый не прокомментировал ее в социальных сетях. Закрыть все СМИ. Какая страна, такие новости. Это абсурд. Кто-то стал упражняться в потенциальных новых правилах. Депутат Кистутис Пука сходит в семь с оружием в кармане. Но есть и хорошие новости. Он пока еще никого не убил. Мы обратились к председателю Союза журналистов. Как к предложению относятся сами передатчики информации. Это совершенно невостребованный закон. Ненужный. Мне кажется, что этот проект нужно как можно быстрее выкинуть в мусорное ведро. Тогда все станет на свои места. С профсоюзным деятелем солидарен и бывший журналист. А ныне член Сейма Линас Бальсис. А если в этот день будут только хорошие новости, а если только плохие, так что мы будем делать? Придумывать? А если серьезно, то такие законы не должны даже достичь стадии регистрации. Потому что политика – это все-таки ответственное дело. И мы, политики, должны смотреть на то, что мы предлагаем ответственно. Свободу слова, кстати, охраняет и главный закон страны – Конституция. А если в общем поговорить о свободной прессе, о позитивных и негативных новостях? Я согласен, что ситуация с нашей прессой не всегда хорошая. Пресса не всегда далеко объективная. Пресса иногда подакивает одной политической партии и ненавидит другую политическую партию. Да, такие случаи место имеют. Но это не значит, что нужно как-то проталкивать какие-то цензурные решения вот этой проблемы. Информация о новой поправке достигла и президента. Глава Литвы назвала ее «недоразумением». Времена цензуры закончились 27 лет назад, уверена президент. Союз Крестьян и Зеленых сразу же сообщил, что поправка к закону об информировании – это авторская идея только трех политиков и ни в коем случае не отражает мнение всей фракции.